На северо-западе Петербурга, по Выборгскому шоссе, за Парголово, когда-то простирались владения графов Левашовых. В начале 20-го столетия княгиня Мария Вяземская и ее сестра графиня Екатерина Левашова, последние наследницы усадьбы Осиновая роща, решили часть своих земель разбить на участки для сдачи в аренду под строительство дач. Так началась история поселка Левашова. Как известно, в стародавние времена земля эта входила в водскую пятину Великого Новгорода. А начиная с петровских времен, она принадлежала знати. Сначала графу Апраксину, а затем графу Орлову, князю Потемкину, князю Лопухину и, наконец, графу Левашову. Эти угодья Левашова раньше были для охоты, и здесь же был большой питомник, у графа Левашова был питомник, он был любителем охоты. И тут были косули, медведи и разные животные, естественно, за ними бегали, охотились, а потом эти угодья только превратились в поселок. И возник он поначалу как станционный поселок. Был построен железнодорожный вокзал, деревянный, а позже каменный. Его историческое здание сохранилось. Поселок называли «Родники». Позже Владимир Васильевич Левашов переименовал его в память своего отца Василия Васильевича Левашова. Рощи из берез и сосен, сады у каждого дома. Разумеется, эти живописные места привлекали все больше и больше дачников. И в разное время в Левашово обустраивали свою дачную жизнь многие знаменитости. Например, в Левашово сохранилась дача ювелира его императорского величества Карла Фаберже. Впоследствии дача была подарена сыну Агафону Фаберже. Сегодня этот дом, к сожалению, выглядит иначе, нежели в те времена, когда его называли Малым Эрмитажем. Здесь находились уникальные семейные коллекции драгоценных камней и марок. Интерьер был украшен гобеленами, изделиями из бронзы, скульптурами. Но все это великолепие после революции 20-го столетия было утрачено в череде лихолетий. И о дальнейшей судьбе художественных ценностей семейства Фаберже история умалчивает. В Левашово были дачи и у семейства Бенуа, и у известного художника Николая Бруни. А в 1918 году на одной из дач, что на улице Чкалова, жил Владимир Маяковский. Именно здесь поэтом была написана пьеса «Мистерия Буф». Кстати, вот этот дом, где Маяковский снимал дачу, он до сих пор сохранился. Он сейчас считается там памятником федерального значения, но он разрушается, потому что никто им не занимается. Его только охраняют, что он там просто стоит. Такие дома еще сохранились некоторые у Левашова. Красивые. Красивые старинные дома сохранились и на улицах Молодарского, Железнодорожной, Мира. И все они представляют собой уникальные образцы деревянного зодчества. Несмотря на то, что время не щадит эти здания, они, тем не менее, все равно поражают красотой своих архитектурных форм, их стройностью и изысканностью. Военный аэродром Левашова. Это особая героическая история поселка. В годы Великой Отечественной войны отсюда взлетали самолеты, защищавшие небо Ленинграда. Воздушные бои прямо можно было наблюдать из любого двора. Что мы делали успешно, дети наблюдали за этими страшными вещами. В конце войны на аэродроме Левашова снимали знаменитый фильм «Небесный тихоход», в котором друзья-летчики пели эту полюбившуюся всей стране песню. Консультантами фильма выступали летчики Левашовского аэродрома. Ну а жители поселка, конечно же, с большим радушием принимали артистов. Тут был и Крючков, и все они жили, и жители до сих пор помнят, у кого они в доме ночевали, ну то есть потому что съемки проходили, да, это такое было, потому что фильм-то снимал с 1944 года. Но несмотря на название фильма «Небесный тихоход», с аэродрома Левашова поднимались в небо отнюдь не тихоходы, а истребители и бомбардировщики дальней авиации, наносившие удары по немецким аэродромам и артиллерийским позициям. Военный аэродром был одним из основных во время Великой Отечественной войны. На военном аэродроме проходил служба Александра Терентьевича Карпов. Его имя носит улица Левашова и школа, в которой располагается музей, посвященный истории войны и истории самой школы. На улице Чкалова находится памятник Александру Терентьевичу и памятник погибшим во время войны. Летчик-истребитель гвардии капитан Александр Карпов стал дважды героем Советского Союза. Он служил здесь, в нашем полку, командиром эскадрильи. Во-первых, он сбил тысячный самолет, засчитали. Потом он сбил 27 самолетов противника. И, естественно, за это ему присвоили дважды героя Советского Союза. Аэродром в Левашово действует и сегодня. В дальнейшем здесь планируется создать аэродром совместного базирования, где будут обслуживаться военно-транспортные и гражданские самолеты. Кстати сказать, территорию военного аэродрома еще называют Левашова-2. Однако сами левашовцы всегда считали и свой поселок, и аэродром с воинской частью единым целым, никакого деления не признавая. Здесь был дом культуры офицерский, а вот рядом с этим участком был дом культуры нормальный, поселковый дом культуры. Чуть подальше был летний клуб, где было кино, значит, крутили всякие. Ну, культурная жизнь была такая, кинофильмы, были, кстати, самодеятельные коллективы, в частности, школа. Я сама участвовала там во всех этих мероприятиях, естественно. К поселку Левашова относятся и бывшая деревня Новоселки, которая, между прочим, намного старше самого Левашова. Первые упоминания о ней есть в переписной книге Ботской Петтины Великого Новгорода, и датируются они 1500 годом. Во времена шведского владычества сюда были переселены финны, которые назвали это место Гювесялька, что в переводе с финского означает «добрая горка». А после возвращения Петром Первым этих земель России графы Шуваловы переселили в эти места крестьян из разных губерний и постепенно образовалась деревня Новоселов – Новоселки. В советское время в Новоселках был колхоз, который считался передовым, и это звание он оправдывал. На доброй горке, как таковой, остались чудесные жители, потому что там династии, династии Кузнецовых, Игнатьевых, Чиряковых. У них даже есть книга, вот Алексеева Галина Александровна, она издала эту книжку, и где они все династии, начиная вот, наверное, лет 300 точно, но очень дружные. Наверное, вот эта дружба и Новоселки Левашова отличает вообще от всех, потому что это как большая-большая семья. Все о всех все знают, вовремя помогут, плечо подставят, если надо, пожурят. Но есть в поселке и печально известное горестное место – Левашовская пустошь. Здесь были тайно захоронены жертвы сталинских репрессий 30-х и 40-х годов 20-го столетия. В 1989 году Левашовское захоронение было признано мемориальным кладбищем. Символические наземные могилы, памятные знаки, таблички на деревьях, фотографии, ленточки с надписями – скорбная, трагическая страница нашей истории. Долгое время это место охранялось в режиме строжайшей секретности. И даже жителям Левашова было неведомо, что там, за глухим забором. Мы там не знали, что там находится. Мы не знали, что там расстреляны, что там могилы. Был секретный объект. В детстве мы очень боялись этого места. Считали, что оно какое-то тяжелое, нехорошее. Но сейчас это уже мемориальное кладбище с церковью красивой, рядом построенной. А когда-то было такое мрачное очень место. В 2017 году на Левашовском мемориальном кладбище был возведен храм всех святых в земле Санкт-Петербургской просиявших. Есть еще два духовных центра в Левашова. Это храм святителя Спиридона Тремифунского и церковь святого Николая Чудотворца. Был храм и в Новоселках, построенный в начале 20-го столетия. Увы, в настоящее время в этом историческом здании находится магазин. Левашово меняется, прирастает новыми домами, дачами и даже районами. В поселке построена новая школа с прекрасным стадионом. И все больше с каждым годом становится Левашово-Новоселов. А культурными центрами здесь по праву считаются Дом культуры и библиотека. Библиотека шикарная у нас. Людмила Анатольевна Бережнова, библиотекарь, самый главный у нас. И очень чудесно. Она тоже собирает про историю. Мы обмениваемся материалами. Здание, где находится библиотека, оно старое. Оно принадлежало дворцу Осиново-Рощинскому. И там жили прислуга этого дворца. Вот, к сожалению, там не осталась эта мозаика, которая была сделана, здание. А так исторические здания из культурного такого наследия. Ну вот осталось. Это бывший клуб и бывший поселковый совет. Это как раз здание угла Володарского и угла Карла Маркса. Обращает на себя внимание и этот дом у вокзала, что на улице Железнодорожной. Это один из старых домов. Да, один из старых. Там был магазин промтоварный в этом доме. Наверху, внизу был магазин продуктовый. Ну а сейчас, причем довольно такое приятное было здание. Оно, кстати, очень старое. Здание действительно старое. Оно было построено почти одновременно с каменным вокзалом. Это было чайное. В ленинградское время это был магазин. И вот что интересно. Слово «поселок» не уходит у жителей из обихода. Хотя Левашова давно уже Петербург. Мы всегда гордо говорим, что Левашова – это Санкт-Петербург. И когда он говорит в область, мы – нет. Это Санкт-Петербург, Выборгский административный район. Поэтому мы никогда себя не считали отдельно. Хотя мы так чуть-чуть в стороне. Хоть это и считается частью Петербурга, но это все равно загород. Здесь, посмотрите вокруг, прекрасная обстановка. Левашова – моя малая родина, потому что я проживаю здесь с момента рождения до вполне сознательной жизни. И каждое лето мы живем здесь. И считаем, что это хорошо. И как-то мы к этому привыкли и считаем это своим родным, именно малой родиной. Наверное, Левашово само по себе есть достопримечательность на окраине большого города. Левашово – это очень уютный поселок для жилья, для жизни, для, может быть, какого-то развития. Приезжайте! Вот такие они, левашовцы, гостеприимные и радушные. Ну а сам же поселок продолжает строиться, обновляться, хрошить. И все же самым драгоценным в нем остается его неповторимая старина, вековые деревья и, конечно же, сама история Левашова – малой родины Большого Петербурга. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Спасибо!